итак приветствую вас сегодня у нас тема посвящена антикризисному мышлению и действиям антикризисным и это насущная такая тема в рамках самоизоляции всего того что происходит у нас на территории скажем так нашей страны и не только нашей страны в мире вот нужно понимать что с этим миром будет происходить с точки зрения вашей деятельности дизайна и всего что связано с нашим бизнесом и бизнесом причем не только дизайнерским а вообще бизнесом поэтому считайте это вебинар общий он касается всех бизнесов которые есть тут мы сегодня поговорим о том что мы скажем так планируем планируем действовать с собой самим и с бизнесом то есть вот об этом сегодняшний наш вебинар для тех кто со мной не знаком давайте еще раз у меня бизнес есть как и строительный своя компания по вентиляции кондиционированию у меня есть дизайнерские студии причем h3 в беларуси и в москве вот и на разных в разных масштабах они эти студии у меня есть свой союз дизайнеров и архитекторов эта школа по личному бренду и по бизнесовым всевозможным технологиям как для дизайнеров как для поставщиков так и вообще для скажем так бизнеса в целом интерьерного вот и есть ивент агентства в этом во всем то есть союз дизайнеров и архитекторов еще славится конференциями обучающими программами и в рамках этих обучающих программ и я сейчас вам это все раз сказываю поэтому как то так в двух словах почему я имею право на эту тему говорить преподаю бизнесовые дисциплины уже девять лет создал более 40 студий как бизнесов вот я думаю что на самом деле гораздо больше просто 40 студий этой серии когда у нас был поток когда мы их реально прям создавали вот а так повлиял на чужие бизнесы в таком количестве что даже как бы страшно об этом говорить в девятнадцатом году через наши программы пошли прошло 5200 человек поэтому есть чем гордиться 16 уникальных курсов ввиду бизнесового характера самая любимая моя тема это психология продаж вот и все что связано с ценностями клиента знаменитый наш курс по спиральной динамике я думаю может быть кто-то проходил и слышал о нем уже не раз от меня организовываю выступление как известных наших дизайнеров и архитекторов и просто медийных личностей в марке связанных с маркетингом поэтому имею право называть себе дизайн-продюсер потому что у меня свои собственные площадки я организовываю много мероприятий вот внутренняя часть союза это как семья то есть у нас делится опытом у нас общаются у нас очень много коммуницирует друг друга поддерживают это такое бизнес-сообщество закрытого типа назовем так у нас множество проектов которые мы запустили школа рад я сопричастен в консалтинге у меня была когда-то давно она симонова ей помогал запускать эту школу это ее полностью проект дизайн-декор школа самая крупная в беларуси и республике приложение для дизайнеров good zone игорь куркин у нас самый наверное известный дизайнер скажем так из союза вот кто состоит в союзе и скажем так известен он очень широко в архитектурном дизайнерском рынке это наша звездочка и все вот это представляет собой союз то есть это такая школа по построению личного бренда и всевозможных историй связанных с бизнесом поэтому чтобы понимали просто чем мы занимаемся если у вас есть какой-то интерес или интересует как вступить союз обязательно пишите мне лично вот мои социальные сети в принципе есть повсюду и везде вот это все тоже было не сразу не за пять секунд это все произошло вот это большая работа я девять лет к этому шел и девять лет кейсов и общения с разными бизнесами поставщиков около поставщиков заводы у меня были в консалтинге у меня были крупные торговые сети сети крупные торговые центры в консалтинге и так далее и тому подобное к нам мы обращались или ruamerlin и хофф и гранд торговый центр и так далее и тому подобное то есть очень много таких известных компаний которые ко мне приходили за какими-то советами рекомендациями обучал отделы продаж для многих поставщиков дилерские конференции проводил для многих поставщиков поэтому и участвовал в них поэтому как бы большая собранная информация дизайнерской индустрии и вообще о бизнесах и их развития о запуске школ онлайн и онлайн и так далее и тому подобное со всеми этими вопросами я в принципе сталкиваюсь каждый день так или иначе и как бы ведем какие-то проекты которые я думаю скоро в ближайшем времени вы услышите вот это все было не сразу я точно также и работал по найму очень долго я такого технического склада именно как образование у меня у меня промышленный теплоэнергетик образование высшее и работал в направлении специальности наверное около восьми компаний я по найму поработал это точно и прежде чем у меня появился свой бизнес поэтому нельзя сказать что я такой знаете как сказать золотой ложкой в во лбу родился вот не во рту а во лбу вот именно и все мне было откуда-то свыше давно давно нет это эволюционные процессы все постепенно появлялось и самая главная была задача как бы это все правильно режиссировать все эти истории и были такие периоды когда заканчивались деньги они приходили не раз и были такие периоды в тем времена когда и дети у меня появлялись и были моменты когда и как-то ночью снег падает иду вот везу эту коляску и ребенку стыдно в пустую бутылочку смотреть то есть понимаешь что что-то сделал не так своей жизни почему сейчас исчезли финансы вот еще сколько было кризисов и сколько их еще будет поэтому как бы не понаслышке знаю что такое работать и как выходить из самых сложных ситуаций не знаю что такое последние деньги семьи забирать на какие-то тренинги или программы когда ты понимаешь что вот это мне нужно сейчас и здесь когда-то давно я тоже был тренинговым наркоманом как многие из вас вот и интересовался всем и вся и до сих пор это горжусь этим это то что как бы я считаю сильной своей стороной еще шесть-семь лет назад я вкладывал свое образование по полтора миллиона рублей прикиньте полтора миллиона рублей тогда я тратил на тренинги на вип какие-то группы коучинговые и так далее и тому подобное где индивидуально прорабатывал различные темы связанные с развитием психологии маркетингом и всем 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 что тогда мне было интересно и до чего я дотягивался поэтому я этим реально горжусь и именно поэтому перед вами выступаю здесь и сейчас вот множество залов как бы в которых я выступаю и у нас один из проектов которые мы тоже скажем так относимся это неделя дизайна в узбекистане который два года подряд уже проходил у нас много множество проектов были залы и по 600 человек дизайнеров и архитекторов и ближайшее наше мероприятие в эту субботу будет онлайн конференция по комплектации они поговорим чуть позже если вдруг кого кто-то еще не зарегистрировался или впервые слышит по каким-то непонятным для меня причинам потому что мы по моему из каждого утюга сейчас слышны и видны как бы со своей рекламой но тем не менее заходите регистрируйтесь прямо сейчас осталось три дня это как бы крайне мало и так в двух словах сейчас перейдем контенту и поговорим именно о антикризисном восприятии этого мира рынка пути развития и так далее и тому подобное если такие кто меня видит в первый раз поставьте единичку в чат кто видит меня первый раз поставьте единичку в чат если мы с вами еще не были знакомы я думаю достаточно подробно представился вот мне всегда интересовала творческая составляющая но дизайнером я не стал вот и это не моя тема потому что длинный дизайнера нужно отдельно долго учиться я свое творчество черпаю как бы реализацию творчества в бизнес-процессах которые выстраивают там я чувствую себя творцом и это как бы та история которая мне помогает развиваться в этом направлении и так следующие важные моменты из того что я хотел сегодня поговорить это нужно понимать что с рынком происходит рынок так или иначе сейчас хлопнется и достаточно существенно и у нас есть не так много вариантов что мы можем себе позволить в этом формате я сегодня делал письмо рассылал по всем вот с дедлайнами кто получал такое письмо поставьте единичку в чат что вы получали такое письмо давайте пусть будет единички супер в двух словах те кто получил письмо и не открывал а если такие я уверен вот письмо про то что есть дедлайн есть какой-то формат что скоро произойдут какие-то события сдача допустим проекта или ваш сотрудник допустим думает что жизнь длинна бесконечная и зарплату он получает на автомате и работать для этого не нужно и в конце под самый вот закат как бы месяца он пытается получить зарплату вот здесь его срочно пытается что-то сделать вот считайте у нас сейчас вот этот карантинный период это период когда можно что-то сделать что можно подготовиться к изменению рынка те кто маленькие студии как бы или частные дизайнеры они это не почувствуют практически так как бы ярко потому что у них ничего жизни изменилось вот нет письма вам не приходит моя рассылочка великолепная но я пересказываю двух словах маленькие студии или подпишитесь на канал в телеграм то есть у меня есть мои соц сети замечательные как они выглядят вот топ-линк давайте вам скину ссылку топ-линк там есть телеграм-канал я туда сегодня сделаю пост там вообще в телеграм я пишу очень много постов очень как бы интересных полезных там максимально мало рекламы воды и эмоций там именно какие-то текстовые истории поэтому обязательно заходите там регистрируйтесь там самые какие-то удачные мысли сконцентрированные хорошие тексты я туда выкладываю то есть такой сборище моих каких-то рассуждений инсайтов и всего остального чем я хотел поделиться с этим миром вот сегодня там сделаю этот пост этот же текст туда продублирую в общем суть в том что маленькие студии пока по инерции у них есть работа и они не чувствуют изменения рынка большие студии первыми это чувствует потому что им нужно как китуб много планктона много как бы в бизнесу клиентов вот я не понимаю что ну на месяц на полтора работа есть на автомате да по инерции а дальше нужно ее откуда-то брать и вот это является очень серьезной интересной проблемой потому что как бы вас это коснется не знаю через полгода когда у вас закончится по инерции бизнес если у вас маленький бизнес а большие бизнеса уже через месяц через два этого станет вопрос тех как у кого производство поставщики и так далее они сразу в первый месяц сталкиваются этим проблем чем больше бизнес тем быстрее инерции торможения я как-то управлял танком и после он легко разгоняется вообще но моментально но как только убираю педаль газа танк практически но не то чтобы как вкопанный ну не знаю пару метров проехал и тут же под собственной массой остановился вот чем тяжелее получается предмет тем быстрее у него затухает инерция и поэтому как бы очень круто это чувствуется именно на больших бизнесах поэтому знаете если вы это не чувствуете это не значит что этого нету если как бы кузнечик может упасть дерево не разбиться это не значит что гравитации не существует да то есть мы чем больше тем сильнее наш лепнет вот здесь точно такая же аналогия и нужно понимать что рынок меняется рынок допустим если у меня знакомая работает эйчаром в одной очень крупной компании по шмоткам ну такой который все знают вот прям торговый центр там сетевая у них будет сокращение по моему 6 тысяч человек они сейчас уже сократят только по москве и московской области и закроет понятно там ряд магазинов компания крупных спортивных магазинов которые есть в каждом торговом центре практически она сократит скорее всего в пополам свои филиалы вот это только две торговые сети мы обсудили известных брендов я просто специально не называю но чтобы как бы не было паники вот будут очень много а таких сетей это полно то есть у нас сейчас кадров но вот людей скажем так готовых работать за непонятно что и как я своих любые другие профессии их будет очень много выброшено на рынок что снизит покупательскую способность от чего пострадают и другие бизнесы чтобы они проводили хоть зубные щетки как бы люди бы начнут меньше покупать зубные щетки ну давайте вот такой будет пример очень странный как бы это тоже нужно понимать это напрямую коснется всех если даже ресторанный бизнес сейчас до конца не умрет да то половина из них выживет и через два месяца откроется там в конце мая или в июне что мы увидим в этой по всей схеме они будут пусты потому что люди ну как бы без денег и не будут ходить в рестораны то есть если он даже открылся и выжил то он закроется через месяц через два из-за низкой посещаемости понятно не все но как бы вы должны понимать как работает вот эта покупательская способность и как она влияет на бизнес и даже те которые не пострадали в период самого карантина они могут пострадать в долгу из-за того что как бы бизнес не ходит и зона дизайна точно такая же тоже в зоне риска то есть интерьерный рынок в зоне большого риска поэтому нужно понимать какие пути развития у дизайнера есть первый замечательный суицид то есть все слабенькие они просто закончат свою жизнь как бы это тоже естественно отбор это все нормально я не смешно шучу но как бы простите вот такой вот я второй вариант это уход с рынка многие уйдут в мебельные какие-то индустрии какие-то истории связанные там с продажами потому что ну если просто нужно зарабатывать я допустим ходил в парикмахерскую и слышу как рассуждает соседняя парикмахер если на два месяца он говорит нету работы а мне нужно срочно работать пойду в продуктовый магазин как раз оттуда уехали все средние среди 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 азии у них большая нехватка ну как бы кадров вот я там два месяца поработаю а потом вернусь обратно в парикмахерскую историю вот это любой формат выживания тоже выживание да и это тоже как один из вариантов для тех кто не приспособиться к изменениям на этом рынке другой ценовой сегмент этот что касается дизайнерские студии это более низкие стоимости это более как бы другой формат оказания услуги усеченные дизайн проекты дизайн консультации все сюда другой ценовой сегмент то есть уходим дальше эта проработка кто вас продает то есть лучше работать по партнерской истории нужно понимать где эти партнеры находятся как с ними взаимодействовать как их находить вот это до продажи то есть до продавать еще какие-то услуги которые рядом с вашим бизнесом есть и комплектация это один из них и конференция по комплектации это как раз именно наша история которую мы антикризисную делаем в этом году у союза будет перевыпуск всех бизнес программ который у нас есть заточкой на все бизнесы и для поставщиков тоже вот и начинаем это с конференции по комплектации чтобы закрыть этот вопрос чтобы у нас внутренние механизмы были готовы в рамках карантина мы можем перепрошить свой бизнес и сделать правильно по пятому пункту до продажу намного качественнее чем она была до этого это обязан сделать из нас каждый потому что клиентов будет меньше и с ними нужно работать лучше увеличивать средний чек и работа в этом направлении это понятно ставьте двоечки в чат что пока что я то что объясняю это не высшая математика и если вы даже первый раз меня видите то как бы это все понятно супер если непонятно поставьте троечку с удовольствием на троечке тоже еще раз повторю те же то же самое другими словами вот ваша задача увеличивать формат своего влияния на рынке как знаете как ирт как госучреждение знаете вот как сказать служба одного окна пришел и получил там все следующий момент кто вас продает если это сложная воронка то нужно прорабатывать каждый этап если у вас есть там не знаю риэлторы если у вас есть строители если есть какие-то возможно они вас помнят но они хреново это делают нужно возможно поработать над воронкой вооружите каким-то инструментами бесплатными планировками офферами скидками купон не за чем-то визитками как минимум то есть проработать в воронку самого самой продажи следующий момент есть помимо сопутствующих вещей это то что куда люди уходят это в декор это такие соосные ниши не только продавать сам декор но и как работа в этом направлении дальше важный момент это обучение кто-то уходит в онлайн и причем простите за выражение по доброму задрали вот потому что ко мне небывалое количество тех кто обратились с онлайн проектами новыми старыми я работаю только с теми онлайн проектами с которыми либо работал либо это мои члены союза сейчас новые другие онлайн проекты я не беру потому что загрузка полной проектом консультации в этом направлении настолько высока Что просто, как сказать по-доброму, ну, как бы, очень много. А это еще не все ко мне ломанулись. То есть, ломанулось еще очень много народу самостоятельно пробивать головой стены. Я уверен, что большинство какого-то, кто поупорнее с финансами еще запасами, получится. Поэтому, как сказать, это тоже направление будет работать. Единственное, что нужно понимать, что снижается покупательская способность. Мы свои конференции тоже делаем сейчас доступной. Из ближайших того, что мы вам можем предложить. Это конференция по комплектации. Она, по-моему, около 3000 рублей сейчас стоит. И там записи прилагаются. То есть, если вы не можете в субботу присутствовать, нормально. За 3000 рублей у вас будут записи самой выступления и еще там 15 видео бонусных, которые уже там есть. Вот. У нас как подборка ютубная такая по комплектации существует. Мы ее вам все отдадим. С удовольствием развивайтесь всех, переслушивайтесь спикеров, которые за последние несколько лет на эту тему выступали у нас. И я думаю, что вам есть что получить. Если вы вдруг потеряли опять сайт по комплектации, да, пожалуйста, забирайте его, регистрируйтесь, называется. Следующий какой важный момент здесь из продуктов. У нас будет дизайн интенсив. Очень, скажем так, доступный, двухдневный. Там про дизайн будем очень много говорить. Это 16-18 марта будет. Мая. Мая. 16-17 мая. Мы там будем про дизайн говорить два дня. Вот. Там будут ваши коллеги делиться. Стоимость будет чисто символическая. Как бы, наверное, ну, порядка 1000 рублей. Это что-нибудь вот такое вот совсем 990 рублей. Там, знаете, такая психологически несложная история. Тоже записи все будут предоставляться, потому что прекрасно понимают два дня сидеть на майских праздниках с нами. Это не каждый может себе позволить. Тоже анонсы все будем вести. Как только сайт у нас появится, там, через неделю или когда, запустим. Из антикризисных мер, которые мы предлагаем, это проработка вашего бизнеса, это построение уникальных торговых предложений. Это тренинг. Это не будет формата мастер-класса. Это будет тренинг длиною месяц. То есть, там будет занятие 8. Там будет сложная программа с хорошими домашними заданиями. Так что вам придется, так сказать, мозгом так ржаво поскрипеть немножечко. Она для любых бизнесов подойдет. То есть, неважно, вы мотоциклами занимаетесь, или занимаетесь дизайнерской студией, или вы поставщик, продаете там лепнину, декор и так далее. Без разницы, чем вы занимаетесь. Смысл остается в том, что мы будем прорабатывать уникальные торговые предложения. То есть, месяц будем штурмовать мозгом над вашим бизнесом. Стоимость тоже будет совершенно символическая, до 5000 рублей. Какая стоимость, не знаю. Покупать лучше заранее, потому что у нас безжалостно будет дорожать все. Потому что команда, если раньше кормилась за счет поставщиков, поставщики все заморозились, и команду мы теперь кормим за счет билетов. Это нужно понимать, что у нас пропадает история с дисконтом. У нас теперь тренинги. Мы обещаем вам давать крутые, качественные тренинги по доступным ценам. Но не забывайте про дедлайны. Это очень важно. И самое выгодное предложение будет, разумеется, заранее. Потом не пишите мне в личку из серии Женя. Я туплю, пропустил, клиент мне отдал 2000 рублей. Не поверю, что у вас не было 2-3 тысяч рублей на эти мероприятия. Следующие моменты. Будет перезапускаться тренинги по продажам и так далее. И тому подобное. Ну вот ближайший тренинг, который я рассказал. А, и разумеется, по психологии общения с клиентом. То есть, тоже где-то в конце. То есть, если по УТП мы запускаем 30 мая. У нас сайт еще не готов. Я просто рассказываю планы такие антикризисные наши для вас. 30 мая, то, наверное, по спиральной динамике, по психологии общения с клиентом, по бесконфликтной психологии, мы эту тему запускаем. Пам-барам-пам-пам. В июне. Где-то в конце июня. Вот, тоже сделаем доступную историю. Массовую доступную историю. Потому что, как бы, понимаем, что времена изменились. Вот, дорогие программы за 50 тысяч рублей мы будем продавать когда-нибудь потом. Вот, сейчас нужно делать массово и, как бы, доступно. Вот, это то, что касается тоже онлайна. Если вы туда соберетесь в обучающую историю, то нужно понимать, что сейчас программы будут работать массово и доступно. Это, ну, как бы, чтобы вы понимали. Не строили какие-то грезы такие непонятные. Рынок изменился, все, его нету. Того, который был, нету. Вот, теперь он другой. Вот, и девятый путь в развитии дизайнерской истории. Это сервисная комплектация. Это есть комплектация, как продажи, да? Но сервисами. Охрана, клининг, уход за садом, ландшафтная какая-то история обслуживающая. Не знаю, договоры по обслуживанию котельных, вентиляции и всему остальному. То есть, дизайнер, который занимается продажей и таких вещей. Это тоже нужно понимать и развивать. Многие из этих вещей можно суицид с обучением, как бы, совмещать легко. Вот, можно какие-то комбинаторики из этого всего делать. Поэтому обратите внимание, что можно делать дизайнеру, вот, если он чувствует, что земля меняется. Потому что у нас есть такое выражение, у меня есть цитатник. Вот, цитаты Евгения Тюрина. Это не в смысле, я их придумал. Это в смысле, как бы, я их часто использую в своих словах. И есть, то есть, в своих спичах, выступлениях и так далее. И одна из них, это изменения происходят всегда. Мир все время меняется, стабильности не существует. Если вы чувствуете, что стабильность наступила, значит, вы выпали из процесса и скоро вам придет подзатыльник из этих изменений. Все то же самое и в семейной жизни. Стабильности не существует, над отношениями всегда нужно работать. Чуть позже присоединилась, повторите, пожалуйста, что есть суицид. Спасибо. Это смерть. У вас вариант в развитии в кризис. Вам страшно? Вы прыгивайте в окно. Вариант номер один. Это была такая, ну, как бы, шутка. Надеюсь, я, как бы, вы не настолько серьезно конспектируете мои лекции. Вот, все остальное, как бы, второе тоже можно рассмотреть как шутку, а может быть, кто-то реально уйдет с рынка. Это тоже нормально. Уход в другую специальность. Да, уход в другую специальность, пункт 2. Переходим к следующему слайду. Итак, теперь хочу, чтобы вы, как сказать, немножечко покреативили, немножечко внутренне поработали над вопросом, потому что клиентов, если станет мало, они с вами будут торговаться. Вопрос у меня к вам. Как вы можете ответить, что клиент может купить у других, ну, как бы, у конкурентов, у ваших коллег? Как вы можете ответить? То есть, какие ваши пути развития в этом вопросе? Я хочу, чтобы вы ответили. Я ответы знаю. Я свой отдел продаж консультирую. У нас раз в два дня или раз в три дня планерки. Сегодня была. И понедельник была. Что мы можем сказать клиенту? То есть, какой сценарий развития событий, если он говорит о конкурентах? То есть, мы же как-то повлиять на этот вопрос можем? Можем. То есть, мы можем ему что-то объяснить. Сните цену под его ответственность. Ну, да, под его ответственность, но мы остаемся с голодными детьми. Да, но давайте вот так вот, Елена, я перефразирую вашу фразу. Напугать. То есть, объяснить, что будет какая-то ответственность, и он очень сильно рискует. Давайте вот, наверное, вот так в эту сторону уйдем. Предложить комплекс услуг бесплатной консультации. Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, как один из вариантов, понятно. Дальше. Могут произвести услугу самостоятельно. Нафиг дизайнера. Куплю дорогой журнал, пойду шатура мебель и там закомплектуюсь. Что мы можем ему сказать? Давайте. Хочу от вас креатив. Даже те, кто с телефонов сидят. Я же все вижу. Печатайте пальчиками. У вас сейчас как раз... У нас женская в основном аудитория. Ногти уже отросли за месяц карантина. Вот, печатать становится уже не так удобно. Предложить комплекс. Да. Что да. Могут произвести услугу самостоятельно. Пишем. Что они могут? К сожалению, в провинции очень тяжело объяснить человеку, что у меня более высокий уровень, что результат будет классный. Это ограничивающие убеждения, Елизавета. Я понимаю, о чем вы. Я очень много общаюсь с провинциальными дизайнерами. Но это процентная составляющая на рынке. Если она даже чуть больше в периферии, это не значит, что у вас не получится. Это значит, что нужно делать. А вопрос, как вы это делаете, он тоже очень такой, знаете, как контекст надо разворачивать. Поэтому, дорогой журнал и лешатуры несовместимы. Так я-то понимаю. Я же общаюсь. Так как бы суицид тоже, наверное, с дизайном несовместим. Но, Елена, давайте, как это сказать, посерьезнее воспринимать мою информацию. Запишите, что ли. Своё уникальное предложение. Чем я лучше, чем другие. Да, уникальность. Про это будет огромный тренинг. Про УТП, как это делать. Прям не в смысле мы какую-то фигню будем писать, а прямо проделывать будем. 30 мая запуск у нас. Всё правильно сказали. Своё уникальное предложение. Так, напугать ошибками перед самостоятельной ремонтом. Да, да, да. Напугать ошибками. Пролисталось. Секундочку. И грозящих переделках. Правильно. Бинго. На цифрах показать, сколько он сэкономит, если будет работать. Да, правильно. Евгения Емельянова. Прям так и нужно. Самостоятельно будет дороже из ошибок переделать. Да, Наталья. Всё правильно. Так это будет донести до заказчика. Показать цифры. Заказчик сэкономит. Авторский надзор и комплектацию. Предложить в подарок маску. Нет. Отказаться. Если он отказывается, что мы делаем? Что мы делаем? Елизавета. Про тренинг УТП. Поверьте, это прям огонь будет. Вот. Но чуть позже про это будем. Я думаю, что я ещё не один вебинар на эту тему проведу, рассказывая про тренинг внутри. Если он отказался, что делаем, если клиент отказывается? Как мы уговариваем? Что мы делаем? А может не уговариваем? Тоже нормально. Моего клиента это не напугало. Уф, лампа в подарок. Ну, ультрафиолетовая лампа тоже. Не прислонять руки к лицу в подарок. Можно ссылку на майский тренинг? Пока что её нету. Мы его только разрабатываем. Майский тренинг будет чуть позже. Обязательно пришлём. Следите за моими социальными сетями, за топлинком. Ну, в Инстаграм на меня подписаны. Найдите. И в Юнион, да, будет. Вот видите, внизу Инстаграм по центру слайда есть. Там тоже будет реклама. С понедельника уже будет реклама. А возможно и даже с пятницы. Так, про маску смешно. Так, если отказался. Если отказался и что-то не увидел у вас каких-то супер креативов. Пишите. Остался перед предыдущих условиях. В смысле не захотел делать ремонт. Купил квартиру и заморозил её. Что вы будете делать в таких случаях? Значит, я не доработал с его болями тем, как я их закрываю. Спросить, что не устроил в моем предложении. Не уговаривать никогда. Нет денег. До свидания. Ксения. Правильно сказали. Но Евгения с большим вероятностью выживет в кризис. У нас есть несколько форматов отношения. Ксения и Евгения. Прокомментирую вас. Это предложить часть услуги бесплатно. Вот как-то мне не очень нравится Надежда. Наверное, надо понимать какую часть. Планировку, если ещё куда не шло. А вот услугу бесплатно не очень. В чём разница? В том, что нам часто сытость и корона мешают продавать. У нас можно как бы нахамить и уйти в другую комнату. Не знаю, с супругом поругаться. И быть правой. Но остаться без отношений. Не знаю, без хорошего вечернего просмотра фильма. И без какой-то истории такой. Грубо говоря, даже межличностных отношений комфортных. Но ты будешь права. А можно замирить эту историю и мирно существовать. Если это не критический спор. Можно устроить скандал в ресторане. А можно из-за того, что на вас как-то не быстро подошёл официант. А можно дождаться и попросить. И можно не дать чаевых, допустим. Есть разные формы выхода из конфликтов. И пока вы гуру. Пока у вас всё хорошо. Вы, конечно, имеете право показывать свой норов. И какие-то правильные такие вещи говорить. Что надо увольнять клиентов и так далее. Но есть формы, когда мы недорабатываем. Когда, если у него нет денег. Я прекрасно вас понимаю. Мы можем поставить его в CRM. У нас, допустим. Обращаются нам клиенты. Мы его купили через интернет. Мы потратили, мать его, денег. Мы ставим в CRM. Позвоните ему через год. Потому что у него сдача ключей будет в 2001 году. В 2021 году. Или в 2022 году. Мы его ставим на 100. Клиент медленно покупает. А мы, значит, медленно продаём. Нормально. Поэтому тут нужно понимать эти вещи. Что отказ это не нет. Отказ это какая-то история. С ним случилось сейчас. Можно выкрутить всё равно в этот формат. Хорошо. Вам не нужен дизайн-проект. Согласны. Комплектации давайте поможем. Хорошо. Не можем с комплектацией. Можем со строителями помочь. Понимаете? Смотреть шире. Альтернативы надо видеть. Альтернативы альтернативам. Которые могут дать. Остаться в предыдущих условиях. Рассказать какую-то историю. Форс-мажор. Ой, всё. За каждым великим мужчиной. Есть женщина, которая закатывала глаза. Да-да-да. Недавно картинку эту видел. Вот. Про эту тему поговорили. Давайте поговорим о основных правилах развития в этом направлении. Предложить часть услуг как меньший чек. Да. Можно стилистическое решение предложить. Всё правильно, Наталья. Пишите. Сотрудничество с дизайнером гарантирует эффективное вложение денег в ремонт. Да, Ольга. Но теперь нужно это объяснять. И эмоционально, и логично. Логически. То есть, идти на тех и тех языках разговаривать. Правило, которое внешне определяет, внутренне определяет внешне. То есть, ваш энергетический уровень будет зачастую отвечать за ваши продажи. Если вы не в тонусе энергетическом, как бы вы красиво про себя не рассказывали, медленно, уныло, с потерей энтузиазма и энергии потери. То есть, как бы это не работает. Девчонки, это не работает. И нужно видеть свои слабые стороны, когда вы не в энергии. Допустим, со мной переписывался один дизайнер. Простите, если вы вдруг тут тоже в чате находитесь. Для меня было показательно, что письмо мне приходит, а у меня такое яндексовское приложение, через которое я смотрю почту Союза. А там такой грустный смайлик на аватаре. То есть, я тоже не могу сказать, что у меня супер правильный аватар. У меня там вообще капа и боксерские какие-то истории висят. Но там грустный смайлик. Я открываю письмо, я понимаю, что человек уже на миноре. Она же с этой почты сто пудов с клиентами переписывается. То есть, это дизайнер, который все выбрал. Он грустный, синим смайликом, с улыбочкой такой отрицательной. Вниз радуга это все смотрит. Это энергетический посыл. И нужно понимать, что мы все такие же. Бывают какие-то глупые вещи делаем, которые в своем глазу бревна не заметим. И вот эта внутренняя ваша уверенность, вы должны понимать, почему клиент не выбирает журнал, не знаю, какой-нибудь из топовых наших журналов, и не идет в шатуру мебели, сам не комплектует. Да потому что боится, что его там разведут, либо комплектуют не так, потому что это ответственность. И вот он обращается к дизайнеру, чтобы снять с себя ответственность. И ваша основная задача это понимать. Понимать эту психологическую догму, что человек хочет снять с себя ответственность. За свои деньги. И ваша основная задача помочь ему в этом непростом, интересном, нелегком, но почетном деле. Вы должны это осознать и понимать, что да, я готова взять за него ответственность. А значит вы должны быть уверены. Значит вы должны... Медитация помогает. Молитва помогает. Все помогает. Если этим заниматься. А для этого нужно проблему найти. Как помните, вот есть проблема. Первый уровень это отрицание проблемы. То есть, второе там принятие. Вот. И так далее. Надо внутренне понять. Есть ли у вас такое. Кому это знакомо? Кто понимает вот это про энергетическую составляющую? Или вы все такие огоньки? Прям поставьте плюсик в чат, если вы понимаете, про что я говорю. Про низкий уровень энергетики во время общения. Есть хоть один человек. Замечательно. Есть плюсики. Супер. Вот. Не предел совершенства. Мы часто в погоне за идеальными, сведенными какими-то историями, связанными с качеством наших услуг, теряем доверие клиента из-за того, что мы слишком заморачиваемся. Мы теряем уверенность в этом во всем. А куда выводить санузловый вентилятор? На свет? А у нас два сценария света. На какой? У стекла? Ну, как бы у зеркала или на общий свет? Или на отдельную клавишу? Или сделать двухполюсной, который будет там выключать и поставить, который будет и туалет, и ванную, как два разных помещения, там одновременно включать общую вытяжку? И вот у нас начинаются муки выбора. И мы эти муки выбора переводим клиенту. И он спрашивает, а я вас за что нанял? Как бы зачем? Потому что он не знал, что как можно. Ему нужно просто было, допустим, отдельную клавишу и было бы у него счастье. Но вы сделали целый консилиум и какой-то геморрой из этого всего. Как вы, кстати, делаете вот такие случаи? Если у вас один санузловый вентилятор на ванную комнату и на туалет, на что вы его заводите? От чего он у вас включается? Отдельные клавиши, от света и от какого света? От общего или от такого? Отлично, Ольга, что у вас за фонтанированная энергия. Супер. Отдельные клавиши, отдельные клавиши, отдельные клавиши. Ну, вот я также рекомендую отдельную клавишу. Супер. Но, как бы, он же шумит. Вот света в помещении. Видите? Автоматически со светом. А кто-то, допустим, нужно проветрить в туалете. Давайте вот бытовой пример. И что теперь? Света сжечь? Я понимаю, что это небольшие деньги. Но это бывает морально давит, что свет в туалете горит. Бывает у людей, которые свои отдельные правила. Поэтому, видите, у нас разные люди с разными совершенно подходами в стройке. Здесь нет правильного ответа. Это не серия со спором. Это вопрос, что мы разные. Я вам хотел это показать. И что муки выбора могут быть на любом этапе развития. Клавишу тогда лучше снаружи делать. Вы видите, была еще одна альтернатива, которая мне была неочевидна. Клавиша могла быть внутри. Елена, спасибо вам. Это прям класс. Поэтому мы можем до бесконечности грузить клиента и сами себя грузить ими задачами. Но бывает достаточный продукт. И вот вы тоже должны отпустить себя внутреннего перфекциониста и работать. У меня один знакомый нанял в свое время себе дизайнера по верстке всевозможных буклетов, который работал у Артемия Лебедева. Прикольно? Прикольно. Из команды Артемия Лебедева. Круто. Короче, специалист, наверное, высокого уровня. Да. Но знаете, что он делал? Этот сложный перфекционист, сотрудник, он сводил в максимальном каком-то расширении или разрешении все линии. Чтобы вот линия на всем горизонте ни на один пиксель не завалилась. Понимаете, да? В горизонте. Где тут камера-то? Вот. Чтобы она вот так вот не заваливалась. В рамках инстаграмного поста это просто ересь. Короче, плевать, что она завалилась. То есть, никто этого никогда глазом не заметен. Но человек был перфекционистом и очень много времени тратил на работу над простыми элементарными задачами. Вот. Вот в этом бывают проблемы. Вот, надеюсь, этот пример более такой вам понятный. Нет, он отступает с опытом. Это называется, есть такие понятия, точка биферкации. Это когда у вас... Ну, я очень подробно на психологических наших историях рассказываю. Но вот по спиральной динамике, которая в июне будет, курс крутейший. Вот. Он у нас был в прошлом году. Сейчас мы будем перезапускать. Точка биферкации. Это когда у вас есть два варианта развития событий. И они не могут быть параллельны. То есть, допустим, 500 объектов и идеальное дело не одного. Вот. У вас, когда накапливается эта штука, и вы присыщаетесь к прошлому уровню нервозности и все остальное, где-то в момент переключается и все. Вас отпускает. И вы понимаете, что можно делать достаточно. Вот. А ваш идеальный подход, он не за 1000 рублей за метр квадратный. Он за 8000 рублей за метр квадратный подходит. И вы просто разделяете. Тот, кто идеально стоит. Беснословных денег. То, что потоковая история. То, как бы, масс-маркет. Вот, наверное, ответ на ваш вопрос. Обычный профессионал является визуализатором. Могут текстуры сутками настраивать. Ну, да. Да, 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 да. И вот не могу отвести глаз у слова предел. Да, согласен с вами. Здесь есть грамматические ошибки. Более того, у меня есть люди, которые должны были проверять, и даже они их не находят иногда. Вот. Я стараюсь исправить их. Вот. Спасибо Юле, что сказали. Сейчас я себе пометку сделаю. Предел. Вот. Исправим, чтобы не мучить вас больше. Но это уже осталось на запись. Это уже история. Вот. А перезаписывать этот вебинар я не буду. Я уверен, что вы еще можете найти грамматическую ошибку. Уж потерпите, пожалуйста. Я надеюсь, вы ради контента пришли, а не глаз свой. Как бы, знаете, как сказать. Получить удовольствие. Вот. Потому что здесь есть... Вам шашечки или ехать. Помните вот этот анекдот? Вот. Многие как бы в это упираются. Это нужно понимать. Так. Идем дальше. Принять себя простить. Это психологическая история. И мы часто не принимаем себя из-за внешнего вида. Из-за тембра речи. Не знаю. Дефекта кожи. Стиля платьев. Образа. Машины, которые мы ездим. Что угодно может быть. Нужно принять себя и сказать. Да, я вот такая. Вот. Я здесь и сейчас. Я себя люблю. И вот. Фига чем. Это легко сказать. Но это большая сложная работа. Работать в этом направлении нужно всегда. Вы себя не приняли. Вы не научились себя любить. Другие заставить еще тяжелее. Полюбили себя. Других гораздо проще заставить себя любить. Поэтому начать всегда. С себя. Это все то же самое. Не разбирайтесь со статистикой коронавируса. Не лезьте в законодательство. Вас должно это касаться только то, что. Вот. Ездит штраф. Оформляем пропуск. Ездить не штраф. Хрен бы с ним. Прости. Забываем на эту тему. Не копаемся. Занимайтесь собой. Не отвлекайтесь на эту шушуру. Потому что задача этой шушуры вас отвлекать. И вы идете на поводу этой стандартной манипуляции, которая старая как мир. Хлеба и зрелищ. Зрелищ сейчас достаточно. Поэтому как бы. А на хлеб нам более-менее еще хватает. Вот. И чтобы не остаться на этом же примитивном уровне. Нужно начинать с себя. Не включать ни в коем случае телевизор. И работать над собой. Над своим внутренним совершенством. Я думаю, что эта история всем понятна. Я не к этому написал, а к внутреннему перфекционизму. Во всех отношениях сложно избавиться. Ни в коем случае не тыкать пальцем. Простите. Не. Вы все правильно сделали. Здесь если грамматическая ошибка есть, то это, простите с выражением, косяк. Косяк меня. Я это полностью согласен. Но видите, я принял себя. Я принял себя безграмотного. Что не влияет на мои достижения на внешнее военное поле. Понимаете? Не важно, как генерал пишет слово «победа» или «победа». Главное, что он ее может достичь. И вот это очень важно. Я не переживаю по этому поводу. Я как бы в принятии. Мне важно, чтобы я вас тоже лишнего не обидел. Я рассказываю правильные отношения, которые у вас должно сложиться в этой истории. Могут быть режда умные люди. Рассказывают режда умные вещи. И это вас не ёкает. Но может пройти рядом, простите за выражение, какой-нибудь голодранец-алкаш, который сказал что-то в проброс мимо. А это был ответ на ваши какие-то внутренние запросы. Это была какая-то та фраза мудрости, которым нужна. Вот ваша задача видеть сквозь и за, а не оболочку. Вот это. У меня тоже бесит, когда отсутствуют дефисы в тех правилах, которые я знаю. Не будь, кое, то. Вот эти слова пишут без дефиса. То есть, как бы без тире. А дефис или тире правильно? Другой вопрос. Но это не значит, что я каждому лезу. Да всё равно. Всё равно, кто там обсуждает коронавирус. Это вот сюда. Начни с себя. Заморочься вот именно своими какими-то историями про развитие. Несовершенство этого мира не пытайся починить. Потому что, может быть, он и красив, и совершенен тем, что он несовершенен. Потому что были бы все совершенные, было бы как-то очень странно. Запись будет. Дальше. Навыки нарабатываются. Нужно понимать, что если даже вы сейчас потеряли команду, потому что не сможете её содержать, вы намёте новых, и новые тоже научатся работать нормально. Это тоже нужно понимать. Поэтому навыки и ваши нарабатываются, и вы можете стать маркетологами из-за того, что вам нечего есть. Не стоит этого бояться. Стоит потратить на это время. И благо у нас есть это время. Сейчас потрясающее время, когда можно как вкладывать в себя. Играть и не воевать. Если вы слишком серьёзно к этому ко всему относитесь, это большие стрессы. Это большие проблемы. Это тяжёлые камни, которые вы себе тащите. Если вы понимаете, относитесь к этому играючи, а феномен игры, мы тоже всё время к спиральной динамике возвращаемся. Просто это самый максимальный курс пока что по психологии, который мы записывали. При общении с заказчиком, проработке себя. Вот там вот есть феномен игры. Я очень много там про это рассказывал. И скажем так, в рамках этого вебинара, он по-моему часа полтора шёл, я очень подробно рассказывал, что такое феномен игры. И как им пользоваться. И вот играть, работать играючи. Вот это то, что вам нужно освоить. Это ролевые модели и понимание того, как устроен мир. Все играют какие-то роли. И вы можете играть разные роли, а не те, к которым вы привыкли всю жизнь. Делегировать. Всё сами не сможете. Если не хотите настраивать в фейсбук рекламу, а её не нужно девочкам самим настраивать, делегируйте. Нанимайте тех, кто готов за 5000 рублей в месяц вам настраивать её. Практически полударом, полубесплатно. Благо такие специалисты существуют. Просто нужно попробовать поискать их. Что-то меня подсказывать никто никогда не искал. Я недавно консультировал одну барышню по истории с Васту. И мы с ней так обсуждали, что если это в дизайне интерьера или нет, а мне было лень пробить в Яндексе. Но как выяснилось, и ей было лень пробить в Яндексе. Мы пробили и удивились, что Васту очень много про дизайн. Но это не значит, что ей не место там. Если она в этом хорошо разбирается, если она круто в этом разбирается, то она способна создать высокую конкуренцию тем, кто даже там давно. И у нас будет в рамках майского дизайна интенсива выступать Марина Протопенко с Васту в дизайне интерьера. И рассказывать про эту тематику, про энергию квартиры и так далее и тому подобное. Это круто. Это реально. Реально всегда субъективно. Хорошо или это плохо. И вот как про Васту. Хорошо или это плохо. Каждому в свой ответ. Это круто. Так, заказчик после встречи выбрал другого дизайнера и тот сделал ему проект. Проект был отправлен рекомендуемому мной прорабу. Санузел и проекты невозможно технически реализовать. Заказчик уверен, что круто наэкономил. Сплошь и рядом. То, что вы сейчас написали, сплошь и рядом. Но скупой платит по несколько раз. Главное, чтобы он запоминал эти уроки. А не бегал по граблям всю жизнь. Ура, а то на полчаса опоздал, пока ужин для семьи готовил. Ну, видите, теперь и мы знаем. Так, 5000 это реальная цифра. Но это можно ориентироваться. Вы про что, Юлия? Простите, я немножечко отвалился. Евгений, курс по психологии общения с клиентом. Кем разработан? Чья методика или, может, известная книга основан? Курс психологии общения с клиентом. По спиральной динамике? Курс? Он на базе тех курсов, которые я на эту тему проходил. И книги по спиральной динамике. Есть такая книга, спиральная динамика. На базе моего опыта и 9-летнего в консультации дизайнеров и других бизнесов. Конфликтные ситуации, которые там происходили. Семейные отношения. У нас в Союзе очень много тренингов. Более того, я даже тренинги веду по женским манипуляциям. Я вам по секрету скажу. Даже такие у нас есть. По бесконфликтному общению у нас есть тренинги. По ораторскому искусству есть тренинги. Там просто собирательная морзянка из того, что относится к психологии общения с клиентами. С пониманием выявления его ценностей и потребностей. Но больше про ценности. Какие они существуют? Там есть специальная спираль. Но эту тему, я думаю, буду рассказывать ближе к тому, когда мы его начнем рекламировать. Я буду, разумеется, приоткрывать занавес в этом вопросе. И рассказывать, как мы это применяем. Потому что я заставляю всю свою команду проходить этот тренинг. Чтобы я на одном языке с ними общался. Чтобы мы друг друга понимали. Потому что меня объясняют. А, это зеленый клиент. Или это типичный красный клиент. Мы с таким работать не будем. Все. Мы все понимаем всей командой, что это значит. А так, это собирательный опыт из всех тренингов, которые есть. Опять же. Я его проводил год назад с одним опытом. Через год с другим. Через два года я буду третьим. Я сам меняюсь. И тренинг будет меняться. Это честно. Он частично будет в записи. А частично с моим участием живым. И с поправками. С новыми обстоятельствами. С новыми кейсами. Бизнесовыми. И так далее. Буквально вчера скачала про вас. Кто решила разобраться про это. Ну, вот видите. Марина Протопенко. Вот с шестнадцатого, семнадцатого будет про это тоже рассказывать. Делегировать рекламу за пять тысяч рублей в месяц. Да. Настройку. Настройку рекламы. Вот. А там будет еще, возможно, оплата креативов. Ну, пять-десять. Вот. Больше десяти тысяч маркетологам мы ни разу не платили. Есть те, кто за четыре. Ну, и за пять будет риск. Надо просто искать своего человечка. Вот. Те, которые настраивают рекламу. Но они не будут шарить в дизайне. То есть, вы должны будете поправлять. За креативы отдельно нужно будет заплатить. Ну, и рекламный бюджет. Понятно. Деньги-то будут списываться с вашей бизнес-карты. Спасибо. Хочу на курс. Женские манипуляции тоже с клиентом. И, ну, там, понимаете, слово клиент, муж, дети. То есть, как бы, подруга. Заменяем, да. Ну, и есть какие-то моменты, связанные с некоторыми контекстами. Да. Ну, смысл манипуляций, типов манипуляций женских, они одни и те же. Вот. Так или иначе. Поэтому вы их будете обладать. Когда вы, слушайте, подпишитесь на меня. Вот на мой инстаграм. Сейчас я его еще раз сюда скину. Кто-нибудь, Оль Попова, скинь мой инстаграм, пожалуйста, ссылку. Можно я тебя попрошу об этом? Светлана, что скачали? Курс или книгу? Мне тоже интересно. Хорошо. Так. Приходите на наш дизайн интенсив 16-18. Там будет ваша коллега-профессионал, который расскажет, что это такое. Вот. Так, секундочку. Мы тут еще на слайде. Делегировать реальность субъективно. Внутренние причины. Вы должны понимать, зачем вы остаетесь на рынке. Зачем вы этим занимаетесь? А зачем мы этим занимаемся? Давайте подумаем. Давайте вот накидывайте сюда варианты. Зачем мы занимаемся дизайном? Ну, как бы. Вы можете честно писать бабло. Хочу денег. Неважно, чем вы занимаетесь. Какой у вас бизнес. Может быть, вы мотоциклы продаете. Хочу денег. А может быть, я люблю мотоциклы. А может быть, мне нравится, как они, как бы, их пробки не касаются. Вот. Ольга Попова скинула. Спасибо большое. Я люблю свою работу. Деньги саморазвития. Мне интерес творческая реализация. Нему красоту в этот мир. Несу, наверное, красоту в этот мир. Интересно, вдохновляет опыт. Что-то на другом языке. Чтобы кайфовать от работы и получать за это деньги. Люблю организовывать пространство в доме. Давай я докручу эту мысль. Вот. Анастасия Дробышева. Любовь пространства в организации как способ выражения личности. Вот. Ближе. Способ выражения личности и его продолжение. Угу. Реализация бабло. Честно. Честно. Это то, где вы можете реализовать свой творческий потенциал. А следовательно, себя как творца. Потому что мы все люди пришли в этот мир. Мы все похожи на, ну, как бы, созданные по образу и Божию. Но не визуально две руки, две ноги, два глаза. А воля. Воля творить. Создавать. Мы все творцы. И вы в этом формате, не будучи бухгалтером, работали на почте, секретарши. Я не знаю, чем вы могли заниматься в прошлых жизнях. Юристом были. Вот. Вы там не чувствовали себя творцом. Кому это знакомо? Кто, блин, не чувствовал себя творцом на прошлых работах, из которых он пришел в дизайн? Поставьте плюсики в чат. Поставьте плюсики в чат, что вы не чувствовали себя творцом. Вот как раз вы в дизайн пришли, потому что вы чувствуете, что можете быть творцом. Плюс вы забираете момент, что вы пришли создавать, и это кому-то нужно. То есть вы своим творчеством, созданием, риелтором была. Ну, риелтором... Во многих работах можно сублимировать себя творца. То есть я в вентиляции и функционировании мог себя творцом сублимировать. Я понимал, что я помогаю людям создавать их жилье комфортное. Я понимал, что меняю этот мир к лучшему. Но вы понимаете, что через тут яркое творчество, которое вот 10 из 10, вы, созидатель, не было, стало. До и после можно создать. Вот. Где вы помогаете этому миру меняться в лучшую сторону? Вы влияете на людей. Вы создаете трансформацию для людей. Вот. И вы чувствуете себя творцом и сопричастны к трансформации этого мира. И плюс бабло. Конечно же. Ну, про бабло, да. Не забываем. Все же, как бы, мы про бизнес. Вот. И на это можно еще зарабатывать. Не просто стихи писать в пустоту, а книжки со стихами продавать. Понятно? Я чувствовал себя экономистом. Как раз из бухгалтерии пришла. Конечно, Евгений, но это уже высокий смысл на духовном уровне. Таковое должно быть. Я вам говорю, внутренние причины, пункт 9. Жесткий переговор. Вы должны понимать, почему у вас есть мотивация куда-то. Вот. Цель за. Чего я хочу для этого мира принести ему добро. И поэтому вы спорите с человеком на другом уровне. Про тот и пункт, уважаемая Т. Всегда творцом была. В лаборатории я не чувствовала себя творцом из-за свободы выбора. Хорошо. Вот. Это как раз та причина, которую нужно четко осознавать и помнить. Во время того, когда он говорит, что-то вы это, давайте дешевле. В два раза. Вы все равно хотите с голодом умереть. Вот. И вы понимаете, что это оскорбление вас как творца. А не просто дизайнера. Как, ну ладно, давайте дисконтик, скидочку какую-нибудь. И так далее. И нужно знать ответы, зачем вам это. Готовы этим заниматься ли дальше. То есть, если только бабло, не мотивация. То есть, можно найти наркотики, будет лучше продавать. Там больше денег. Вот. Зачем вам это? То есть, нужно понимать внутреннюю вот эту составляющую до конца. Внутренние причины нужно развернуть очень подробно. И это такое пусть будет маленькое домашнее задание для тех, кто хочет заняться в карантин какими-то положительными вещами. Ответьте себе на этот вопрос. В лаборатории. Так. Вы поставьте плюсики в чат, что все сейчас понятно. На этом этапе как бы все хорошо. Ставьте плюсики. Что запал понятен. Наши основные задачи. Подготовиться к этой истории. Это все, что связано с вашим позиционированием. Для этого у нас будет тренинг по УТП. Это все, что связано с продажами, переговорами. Бог его знает, когда мы запустим этот тренинг. Я думаю, летом не раньше. Есть такой тренинг в записи. Я могу его найти. Где-то он у нас продается и стоит до 3000 рублей в записи. Если надо, разошлем. В какой-нибудь рассылке, чтобы оно было. Чтобы было понятно. Все, что связано с повышением среднего чека и комплектации. Вот. В эту субботу. Поэтому заходите. Регистрируйтесь на эту конференцию. И забирайте свою эту историю максимально. Воспользуйтесь именно этим шансом. Разобраться в истории, связанной с комплектацией. Надеюсь, это понятно. Так. Давайте следующий момент. Пять факторов стабильности. Что нам нужно для того, чтобы этим совсем разобраться? У вас должен быть актуальный способ заработка. Если дорого перестанет вдруг у вас продаваться, значит, надо убрать корону с головы аккуратненько. И, как сказать, на секундочку, как сказать, вам нужно снизить ценовую политику. Вам нужно будет, допустим, заняться, может быть, больше стройкой, если вы этим не занимались до этого. Вам, может быть, взять что-то под контроль. Короче, у вас должен быть актуальная история в этом направлении. У вас должен быть понятен ценовой сегмент, с которым вы работаете. Если у вас, допустим, лидогенерация непремиальная происходит через инстаграмные истории или через марскетолога, значит, вам нужен продукт, который можно продавать именно этой непремиальной целевой аудитории. Надеюсь, это понятно. Базовый уровень компетенции. Если вы пришли из визуализаторов, визуализатор ваш внутри радуется красоте, то это будет сложно превращаться в маркетолога. Если вы пришли из каких-то творческих историй, то хуже всего будут люди, которые, ну, давайте, те, кто к бизнесу относится по-фейному. Вот давайте называть это так. То есть, те, кто являются сами по себе феей. Ну, настроение фейное такое. Вот. Из художников. Ну, смотрите, вот тут важный момент. Вы художник или внутренне у вас есть все же продажник и маркетолог? И вот ваш базовый уровень компетенции может на вас очень серьезно влиять. И прежде чем это менять, это нужно внутренне просто осознать. Если вы понимаете, что у вас это есть, и это может быть проблемой, пожалуйста, подумайте на эту тему. Вот. Если вы понимаете, что вы меркантильный персонаж и давно занимаетесь рекламой, вот, и красота красотой, а деньги врозь, то, как бы, ваша компетенция, ну, как бы, не страшна для бизнеса. Да, вы держите руку на пульсе. Но, может быть, кому-то здесь, сейчас в чате, нужно было услышать, что феи будут хуже всего себя чувствовать из-за своей фейности. Вот, поставьте единичку в чат, если вы почувствовали, что вам это нужно было услышать. Если даже вы об этом догадывались, ну, вот, как бы, вот, я сейчас проговорил, и стало чуть-чуть, чуть-чуть проще. Вот это как раз про это. Потому что нужно будет менять какие-то компетенции свои. Прокачивать себя в тех направлениях, в которых вы еще себя не прокачивали. Блин, я фея, печаль. Не ты одна. Я кайфую от продаж. Вот видите, кто-то пишет, что кайфует от продаж. Идеально, вы более подготовлены к этому рынку. Вот, а феи полно, вы всегда себе их наймете. Вот, дальше. Постоянное движение вперед, вы должны все время развиваться. Если вы не развиваетесь, и только стагнацию бизнеса какую-то нашли, или какое-то замедление, мир так устроен, что нам нужны кризисы для развития. И он вам строит этот кризис. Если вы сами себе встраиваете эти кризисы, все время какие-то челленджи, что-то берете, куда-то развиваетесь, куда-то идете, какие-то деньги тут укладываете, пробуйте новую рекламу, новые какие-то, там, не знаю, обращения. Недавно у меня девчонки скидывали картинку, как дизайнерская студия одна рекламируется. Это наш дизайнер Сергей. Он грустит без проектов. Обратитесь к нам, там, или, как бы, заполните заявку. Вот, креативами какими-то занимаетесь, и так далее, и тому подобное. Это движение вперед. Вот, если вы нашли одну рекламу, нажимаете ее, как одичало, и вкладываете туда сумасшедшие деньги, то, как бы, в этом бывает проблема. Вот, я не продажник совсем. Мы часто говорим о навыках, компетенциях, и стремлениях их набрать. Но всегда приходим к тому, что клиенту нужен сам человек, а не дизайнер. Уважаемая Т. В каких-то случаях вы правы. Да. Потому что есть, мы будем эту тему разбирать на вот тренинге по УТП. Потому что в рамках построения УТП есть такое понятие, как личность. И у вас должна быть продающая история, которая создает отражение. Отражение тех ценностей, которые могут быть знакомы вашему клиенту. И личность, мягко говоря, немаловажна. Но личность важна, как личный бренд, как магнетичность и повышение вашей стоимости услуг. И важна, как, допустим, на маленьких уровнях, как магнит удержания. Вот. А на больших студиях, допустим, личность, наоборот, порой мешает. Потому что все хотят именно хозяйку, а хозяйки, как бы, тоже 24 часа в сутках. Вот. А когда у тебя, допустим, 50 проектов параллельно идет. Давайте вот представим себе картинку. Я знаю такую одну студию, в которой... Ну, пусть давай 30 проектов параллельно. Понимаешь, что раз в полгода они обновляются. То есть, какие-то проекты уходят в стройку, а какие-то проекты уходят... Ну, приходят в проекты. Да? И представляешь, вот каждые полгода у тебя 30 новых групп в WhatsApp с перепиской с клиентами, которые пытаются с тобой дружить. И ты работаешь на рынке 2 или 3 года. За это время что-то строится, что-то строится быстро, что-то медленно, где-то коттеджи, которые по несколько лет могут строиться и так далее и подобное. Ты представляешь, сколько у тебя чатов в WhatsApp с разными стройками, с разными квартирами, с разными людьми, которыми нужно дружить и помнить. Это ловушка личного бренда. Когда ты не можешь это аутсорсить и не можешь от этого уйти. И это тоже проблема. И здесь как хорошо, так и плохо есть. И вот это нужно уметь контролировать. Должен быть срединный путь, все хорошо в меру, все плохо без меру. У меня есть дизайнер, лайфхак вам дарю, который продает для общения со своими клиентами возможность переписывать с ним. WhatsApp, это стоит денег. Вообще бесплатно есть дизайнер, который ответственный за этот проект и будет с ним переписываться. Со мной можно переписываться 15 тысяч рублей в месяц и я там, допустим, буду включена в этот чатик. Тоже как мысль. Я творческой феей с пиар-образованием пошла думать. Ну, как один из тоже направлений. Подумайте. Самое интересное, что пиар-образование, вот это все, оно немножко оторвано от жизни нашей. Вы же не Coca-Cola пиарите решили, а маленький проект. А там немножко другие законы работают и другие механики более примитивные. Но тоже порой образование это наша боль. Вот. Как у архитектурного рынка, который полностью интерьерку отдал начинающим дизайнерам. Потому что их образование не дает им возможно заниматься интерьером, потому что они слишком мало знают. Вот. Это внутреннее убеждение. У них есть высшее образование, и они могут себе это позволить. Потому что понимают, как надо хорошо эту тему изучить, чтобы называть себя дизайнером. Зато есть девочки, которые месячные курсы заканчивают, становятся дизайнерами. Их ничего не парит. У них и клиенты продают себе дорого, и все хорошо. А те по 5 лет учатся, по 10 лет работают на дядю для того, чтобы просто позволить себе это. У всех разные психологические затыки. Здесь есть и плюсы, и есть и минусы. У вас должен быть стабилизационный фонд. Это история, связанная с баблом. Поэтому деньги все же первичны, и ваша семья должна выжить в любом раскладе. Спасибо, Евгений. Вы очень точно говорите, много отзывается. Я очень рад, что вы что-то узнаете для себя. Короче, должны быть деньги, должны быть их запасы. Наверное, на четвертый пункт нет смысла много об этом говорить. Мудрый опытный наставник – это не реклама себя. Это настрой. Чтобы вы понимали, у меня, допустим, сейчас есть ментор по радости. Ментор по радости. Это мой наставник. Наставник, который делает меня счастливым. Который мне дает задания, которые я выполняю. Я получаю удовольствие от жизни здесь и сейчас. И я понимаю, что я сам с этим собраться не мог, что я себе мороженое не мог купить. Бред же какой-то полностью звучит. Но я знаю, что мне проще сделегировать эту историю на человека, который мне придумает задания. Даст эти задания. С удовольствием их выполню. И поделюсь с ним своей радостью. А он со мной своей. Это абсолютно счастливый сам по себе человек. Начнем с этого. И здесь другая история. Дело в том, что я сам, когда завожу себе ментора, или выбираю кого-то ментора, по направлению. Менторы должны быть по направлениям. То есть, не нужно учиться, не знаю, у Хакамады семейным отношениям. Не нужно учиться у Аллы Пугачевой, как, не знаю, строить семейную жизнь тоже. Не нужно у Стива Джобса учиться семейной жизни. И так далее, и тому подобное. То есть, есть люди по направлению. Если по вокалу, к Пугачеву. Если, как женщина-терминатор, к Хакамаде. Если хочешь, не знаю, какое-то мышление нестандартное. И, как бы, выводы компании номер один на рынок. То, наверное, Белгейтсу. Царство ему небесное. И тут, как бы, нужно понимать ключевую компетенцию. Человеку нельзя создавать себе кумира и идеала. Но нужен, Женя, как относишься к тренингам Хакамады в целом? Слушай, я отношусь ко всему хорошо. Все, что связано с развитием. Сам их не проходил. Вот. Я просто немножечко как-то вот... Наверное, не стоит эти вещи говорить. Нормально отношусь. Вот. Поэтому я вижу здесь немножко другую ситуацию. У вас должны быть по направлениям. Это для меня идеал по психологии. Этот, не знаю, по маркетингу. За этим я слежу по семейной жизни. За этим я слежу, не знаю, по воспитанию ребенка. За этим я по сексологии. За этим я слежу по ведению социальных сетей. Маркетингу, не знаю, каким-то рекламным настройкам, фишкам. Здесь по дизайну вдохновляюсь. Здесь по архитектуре вдохновляюсь. Здесь по предметному дизайну вдохновляюсь. То есть, это разные люди могут быть. Это очень важно. И нужно понимать, что наставники нужны для того, чтобы контролировать ваш компас. Часто мы сами уходим в процессинг. Мы уходим вовнутрь. А наставник помогает выдернуть тебя за голову. У нас есть такое упражнение личностное выравнивание. Но ТП мы его и будем обязательно делать. Что взглянуть над бизнесом своим. Над сверху. И это нужно для того, чтобы видеть архитектуру бизнес-процессов. Видеть архитектуру событий в этом мире. И наставники помогают это делать. Они ваш компас в этом направлении. У нас форма наставничества есть в Союзе. Для тех, кто это хочет. То есть, те, кто ко мне чаще всего обращаются, те и проекты мы чаще всего и ведем. Те, кто ушли куда-то в тень, тех я и мало знаю, вижу. И могу даже не узнать, если вдруг случайно увижу в метро. У нас тоже такие есть члены Союза, о которых я практически ничего не знаю. Если даже назвать их фамилию. Возможно, даже не сразу срезонирует, что это вообще знакомый мне человек. Поэтому Союз тоже решает этот вопрос. Это форма наставничества для дизайнеров. У нас есть очень доступный формат, когда это годовое безлимит на все наши программы. И такая форма поддержки друг друга. Это 40 тысяч в год стоит. То есть, это не сумасшедшая стоимость. Совершенно реальная для дизайнера. Поэтому, если кому-то интересно, пишите мне на почту. То есть, у нас сайт Союза справа внизу. Обращайтесь. Тоже там можно рассмотреть. А есть дорогая форма с вступлением в Союз, когда мы поднимаем бизнес-проекты и запускаем их. Это стоит нам больше 300 тысяч рублей в год. Ну, в зависимости от сложности проекта. Я бы так же так сказал бы. Вот если совсем вдруг слова. Мне очень сейчас заходит Артем Толоконник. Вдруг кому надо? Кто-то посоветует читать, послушать по маркетингу. Слушайте, сейчас столько людей. Причем еще молодняка полно, которые даже еще круче стариков рассказывают. Потому что когда-то я вел, допустим, куча технических вещей. Даже настройка Инстаграма я рассказывал, как это делать. Я рассказывал, как делаются сайты, какие фишки используются. Вот тогда мне это было интересно. Я в этом разбирался. И мне было, ну, как бы, был огонь разобраться в текучке. Сейчас меня интересуют только стратегии. То есть, бизнесовые стратегии – это то, чего я кайфую. Ко мне в Союз приходят те, кто вот за 300 и выше по стоимости. Они приходят ко мне именно за построением уникальных торговых предложений и как бы позиционирование на рынке правильным. Вот. Это чисто стратегия истории. Вот. И я от нее кайфую. Это чистая психология в бизнесе. Назовем это так. Вот. Поэтому я очень, как бы, так к этому вопросу отношусь. Уже давно полно есть технических специалистов более крутых. И более того, от того, что они помогли там свечному заводу, либо Кока-Коле, либо, не знаю, зубные щетки лучше продавать, а ты не знаешь, что они справятся с дизайном интерьера. Вот. Тут очень такая тонкая грань. Ни одним маркетологам я не верю, которые не принесли результат именно в этой нише. Вот. Как-то так. Хочу конференцию оффлайн. Я тоже хочу конференцию оффлайн. Честно скажу. Тоже заскутился уже по всему этому процессу. Так. Вот в двух словах, если мудрый наставник именно для этого нужно. Поэтому те, кто хотят, интересуются союзом, пишите на почту, вот на сайт Юнион. Да, зайдите. На почту пишите. Я прочитаю эти письма. Созвонимся, пообщаемся. Зачем вам это? И решим ли мы ваши проблемы? У нас в союзе народа немного, честно вам скажу. У нас всего лишь 40 с лишним человек. Потому что мы очень долго были закрыты такой элитной группой. Вот мы только сейчас потихонечку открываем наши дверки. Ну, чтобы вы просто понимали. Из ближайших проектов, которые у нас будут, это будут проекты, допустим, ну, по комплектации в эту субботу. И там выступают тоже наши члены союза. Дарья Шевченко, вот допустим, она член нашего союза и она как бы создала целое комплектационное бюро у себя, которое помогает не только ее студиям. Она создала франшизы своих студий. И не только франшизы обслуживает, но и еще обслуживает других дизайнеров, сторонних. Тоже она будет про это рассказывать, какие особенности по комплектации нужно там учесть и так далее. Ирина Богатикова, член нашего союза, будет рассказывать, допустим, про формат, 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 комплектации предметами искусства, современным искусством. Как это делать, как работать, как работать с галереями. И сама это помогает дизайнерам тоже делать, будет рассказывать про эту штуку, как они это делают, как в ценовом сегменту ориентироваться к современному искусству, куда вести клиента, потому что в этих вещах как раз очень непонятная ценовая политика. И следовательно, без проводника там вообще никак. Допустим, Мария Сафронова, у нее дизайнерская студия, поставщичий салон в... Блин, Мария, прости меня, я забыл, в каком городе ты. Где-то в стране Ярославля. Вот за Ярославлем где-то. Блин, вывалился из головы, представляете? Ладно, бог с ним. Евгения Шилова, она не член союза, но дизайнер, которому пригласили, Екатерина Лебедева, будет выступать. Евгения Шилова расскажет на конференции, допустим, про взаимоотношения комплектатора, архитектора и клиента. Какие зоны ответственности. Денис Зубков, он не член союза, он расскажет о фиксированном ремонте под ключ, о таких вещах, как вот, допустим, когда ремонт продают уже с чистовыми материалами под ключ, там, не знаю, за 30 тысяч рублей. Я вот не помню, какая у него расценка для эконом-клиента, скажем так, которому просто нужно заехать. И это очень выгодное предложение, как они это комплектуют, как они подбирают материалы для таких капсульных предложений. Они расскажут, Екатерина Лебедева, она не будет выступать в субботу, она выступит отдельно в среду следующую. Вот, потому что, ну, так получилась техническая накладка, вот, но она обязательно выступит, поэтому не переживайте. Она расскажет, как самостоятельно комплектовать без комплектатора этот самый, как его зовут, премиальные объекты. У нее буквально сейчас вот вышла эта квартира, про которую она будет рассказывать в салоне, в журнал «Салон Интериор», сейчас буквально пару дней назад она вышла. То есть, если вы журнал «Салон» сейчас купите новый, то там будет ее объект, про который она все секреты расскажет, как косячили поставщики, всех разнесет. Вот, это тоже очень круто. У нас будет выступать другой комплектатор, очень крутой, известный, с которым много наших медийных дизайнеров комплектуются. Вот, Иван, его зовут Меньшинин, как бы, он будет рассказывать про, как он занимается комплектацией, на что обратить внимание в договорах, в транспортных историях, какие риски, как, что с клиентами там бывает, и так далее, и тому подобное. То есть, он прямо сейчас готовит тоже крутую программу. Потом, кто у нас еще будет выступать? Рудакова будет выступать, Ольга, тоже рассказывает про комплектацию. Будет Кожушка, Владимир, рассказывать про то, как он ведет группы, где дизайнеры жалуются на поставщиков. В Фейсбуке есть самые известные группы на эту тему, и ему принадлежат черные списки поставщиков, он там прямо всю правду расскажет, кто косячит, и как они разбираются с этими людьми. Вы с рад сотрудничать, или каждый сам по себе, и как же единое целое? Или же единое... Нет, мы каждый сам по себе, но мы просто с ней дружим, вот, и я когда-то был сопричастен к Раду, к его созданию. То есть я помогал Анне мысли эти все вынашивать. Сейчас я только в Раде как преподаватель, то есть по некоторым дисциплинам. Либо технически по вентиляции нужно какие-то потоки что-то рассказать, либо какие-то бизнесовые... Ну, как бы, Аня меня иногда привлекает из серии, как бы, рассказать какую-то лекцию, ну, там, бизнесового характера. Нет, это чисто Анин проект, поэтому, как бы, рад есть рад. Я купил этот билет по комплектации. В каком виде пройдет запись конференции? Сколько будет действовать к ней доступ? Будет, я думаю, доступ безграничен. У нас нет задачи вам как-то обрубить доступ, вас наказать за то, что вы не прослушали сразу. То есть вот такого у нас нет. То есть мы за развитие. Если вы медленно ешь и вам нужно медленно бежать к своей цели, ну, как бы, велкам. Как-то так. Я рассказывал про спикеров. Я сбился. Я забыл, про кого я рассказывал. Короче, все там молодцы. Все большие молодцы. А как раз Кожушка Владимир расскажет, какие поставщики не молодцы, как на них можно повлиять через такие вот как бы истории, связанные с общественным давлением в виде групп, в виде перед другими дизайнерами в корячить поставщика и так далее. Вот. Маленьких поставщиков сложно напугать, конечно, большие. Прямо хорошо на эту тему ведутся, потому что это история с рекламациями, общение с дизайнерами. Давайте вот такое назовем. Потому что все косячат, все поставщики косячат. Нет идеальной компании. И мои компании не идеальные. Все от массы зависит. Когда ты делаешь три проекта, ты ювелир. В год, разумеется. Когда ты делаешь их сто три, то есть какая-то процентовка, один, два все равно завалятся. Вот. Но как ты реагируешь, вот это вопрос. Закрываешь ли ты это финансами, закрываешь ли ты это общением, умеешь ли ты извиняться, лоялен ли ты, не говоришь ли все пошли взад. То есть как бы вот это формат реакции поставщика очень важен. И вот эта адекватность нужно понимать и вы должны это видеть. Нет, совсем другое. Это более глубоко и ложится на всю жизнь, а не только на работу. Это курс многочасовой с сильными домашними заданиями. Да, это 22 занятия, это прям бомба. Сейчас у нас продается в записи 25 тысяч стоит. Ссылку могу вам прис... А, но у меня есть активная в профиле. Если зайдете на мой инстаграм, сейчас ссылка на инстаграм тоже будет. Итак, про конференцию я вам рассказал. Конференция у нас, конечно, бомбическая. Это будет про комплектацию. Мы постараемся все вопросы по ней закрыть. Вот, еще раз кидываю вам ссылку. Заходите, регистрируйтесь. Осталось 3 дня. Это прям, ну как бы, прям такие 3 дня, которые важны. Вот, бонусные будут видео. Обязательно. 15 бонусных видео. Если вы еще не купили, вы получите. И если мы их заранее не пришлем, то пришлем потом обязательно после. То есть, как бы, мы сделали такой плейлист в Ютубе. Все, что связано с комплектацией за тот период, пока существует мой канал. Вот, там достаточно выступлений, что вам обслушиваются во время карантина. Там есть даже выступления, там, не знаю, какие-то 17-х годов. Борис Убаревич рассказывает про комплектацию в миллион долларов или миллион евро. Ну, что-то такое. То есть, интересных есть очень много. Поэтому, обязательно заходите на сайт по комплектации, регистрируйтесь прямо сейчас. Прямо вот, ну, всем все пришлем. Обещаю. Вот. Сайт, а у нас есть сайт и тут указан. Ну, так, чтобы просто было понятно. Пройдет это 25-го числа, в эту субботу. Это будет в онлайн формате. Записи полагаются вам, те, кто купил билеты. Поэтому, прямо забирайте, забирайте, забирайте. Вот. Как я уже объяснил, мы занимаемся многими вещами. Все, что связано с развитием дизайнерского рынка, все это у нас есть в Союзе. Вступайте в Союз, будем мы вас развивать и вам помогать. Вместе бежать всегда веселее и с первых уст знать все проблемы, те, которые существуют на рынке, и как их решать. Один из главных моих лозунгов, которые я транслирую, это чудеса происходят с теми, кто действует. И в рамках Союза мы реально очень много в этом вопросе работаем. Вот. Мой Инстаграм. Ссылка есть. Также Ольга Попова в чате продублировала. Заходите, регистрируйтесь, подписывайте. Все активные, как бы, наши вебинары, тренинги, что мы пиарим, партнерские какие-то истории. Все у меня есть в активной ссылке в профиле. То есть, заходите в мой Инстаграм Евгений Тюрин и в активной ссылке будут все программы и как бы, все анонсы там и будут. В Юнин, да, тем более, то есть, это мой союз, его ведет Екатерина Бессонова, наша СММ-фея, скажем так, и она все делает. У нас здорово презентация и дизайн изменилась. Ну, я рад, что тебе нравится. Спасибо тебе большое, Аня. Вот, задавайте вопросы. Если вопросов нету, то тогда до встречи на конференции по комплектации, потому что это то, что самое будет близкое по времени и самое полезное, что мы можем сделать для этого рынка. Совершенно за доступные деньги дать вам возможность разобраться в теме, в которой вы недополучаете результаты, недозарабатываете, а следовательно, вопросы, ну, как бы, это слабая ножка в вашем стуле на рынке на данный момент. Заходите и регистрируйтесь. Если вопросов нету, то вебинар на сегодня закончен. Я рад буду с вами видеться уже на конференции на следующих наших программах. Поймал вдохновение от встречи. Я рад. Я рад, что вы получили удовольствие и вдохновение. Женя, благодарю, вдохновил новыми идеями. Спасибо вам большое. Тогда я завершаю запись. Подписывайтесь на Инстаграм нас, мой, нашего союза. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо.